Думаю, особого внимания заслуживает новичок Волжан Мулумба. К сожалению, матч с «Зенитом» он пропустил, но за день до игры давал автографы вот как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никак не ожидал. Пришел купить сим-карту и вот так случайно повезло. Очень рад этому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть! Очень круто. Мы специально пришли сюда. А в твиттере? Да, на официальной сайте «Волка». Ну да, мы почти в прошлом сезоне на последние все домашние матчи ходили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а сейчас обратим свои взоры на нижегородскую молодежку. В прошлом сезоне дубль Волжан блистал. Чем удивляют в этом сезоне нижегородская «Волга»? Разбирался Иван Евдокимов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодежка «Волги» против сверстников «Зенита». Правда, нижегородские болельщики в противостоянии двух клубов нашли и еще одну изюминку. Зиновьев против Черышева. Оба тренера нам знакомы. Один так или иначе связан с белосиньями еще со времен электроники, позже переименованный «Волгу». Ну а Дмитрий Николаевич Черышев был наставником «Волжан» в первом для команды сезоне в Премьер-лиге. Да и самим футболистам было что доказывать. В трех стартовых турах «Зенит» победил лишь однажды. А «Волга» и вовсе не смогла добыть ни одного очка. Эту игру питерцы начали по-хозяйски. Уже на шестой минуте счет открыли. Отыграться быстро белосиние могли. В основном усилиями Никиты Малерова. Я хочу доказать через дубль, что я достойный играть в главной «Волге». Мне нравится город. Это для меня родной город. Потому что как становление, как футболиста у меня все прошло в Нижегородской области. Я буду цепляться, буду биться до последнего. А там уже дело руководства, дело тренерского штаба, дать не дать. Но я готов сражаться. В начале второго тайма «Волга» навязала противнику свою игру и вынудила гостей с северной столицы ошибаться. Футболисты «Зенита» редко успевали за нашими нападающими, как и топ-карточки и опасные штрафные удары. Было тяжело, мы подустали. На этой неделе по две тренировки тренировались. Но в целом неплохо. Коману уже сыгрывается более-менее. 1-1. «Зенит» в десятером. А опасные моменты у ворот санкт-петербуржцев возникают, как грибы после дождя. Все, что оставалось «Зениту» при такой игре – уповать на контратаки. И у подопечных Черышева это неплохо получилось. Спасти матч нижегородцам удалось за 12 минут до финального свистка. Очень доволен. Очень старался забить. И в Урале были моменты, и с «Динамо». С «Локомотивом» тоже хватило моментов. Но именно сегодня мне довелось забить. Я очень рад этому. Первые очки все же. Будем стараться брать еще. Кстати, и победить в этом матче волжане тоже могли. Но уже в добавленное время на пути в футбольной сферы встала перекладина. С начала сезона, с первой календарной игры, примерно играем в таком вот ключе. Единственное, что у нас не пошло играть с «Локомотивом». Где-то немножечко у нас, скажем так, не получилось по ходу игры. И тактически мы сыграли слабо. У Владения мяча много уступали. Были проблемы. А так, в целом, вот эти три игры – «Динамо», «Урал». И вот сегодня я считаю, что могли бы ли выиграть. Уже после матча журналисты просто не могли не спросить у наставника «Зенита». Помнит ли он свое боевое крещение на посту тренера Нижегородской «Волги» и следит ли за выступлениями клуба. Зачем вы нажимаете на больное? Конечно, слежу, конечно, помню. Ну, как команда сейчас? Команда немножко преобразилась. Команда стала играть в другой футбол. Стали приезжать футбольные футболисты. Это самое главное. И за футбол? Да нет, не из-за этого. Здесь просто, понимаете, как прошли небольшие изменения. Изменения произошли, я имею в виду, в клубном, в клубе, в команде. Видно, что ребята играют в другой футбол. Здесь есть огромное желание расти, прогрессировать. Вот поэтому я со стороны наблюдаю и только радуюсь за «Волгу», что она, допустим, в прошлом туре обыграла 2-1 «Урал». И завтра я, конечно, удачи желать не буду. Я единственное только пожелаю ей хорошей игры. Был на прошедшей неделе и очень красивый, трогательный момент. И здесь слова излишни. Вот такой мы запомнили эту неделю. Встретимся с вами ровно через 7 дней. Играйте в футбол, болейте за «Волгу», смотрите программу «Волга Тайм».